Многие, выйдя из кинотеатра, были недовольны тем, что Мирабель так и не получила свой дар. Но дар у нее все-таки есть. Я вам расскажу, какой. И да, у Мирабель есть дар. Но вот кто помешал ей получить его вовремя, я сейчас вам расскажу. Есть такая теория, что у каждого из семейства Мадригаль на одежде нарисован их дар. У Изабеллы цветочки, у Луизы гантели, у Долора стипа звуковые волны и так далее. Типа. Хотя это не у всех персонажей. Ради справедливости нужно заметить. Но вот у бабушки Изабеллы бабочки. Такие же бабочки, как и у Мирабель. Также у Мирабель на платье есть свечка на юбке. И получается, что и у Изабеллы, и у Мирабель одинаковый дар. Они хранительницы семейного очага, грубо говоря. Главные защитницы дома и всего Энканта. Обладательницы самой большой магии. В раннем возрасте, когда Мирабель должна была получить свой дар, Абуэлла увидела, какой у нее дар. И то ли хотела защитить, то ли побоялась конкуренции, не захотела уходить с главной должности в доме, с должности главы семьи, такого себе вождя племени. Не дала Мирабелле получить свой дар. А как вы считаете, почему? Боялась конкуренции или просто хотела защитить ее от такой ответственности? Но рано или поздно Абуэлла все равно не вечная, и кому-то придется взять ее роль. Как по мне, этот мультфильм о взрослении. Только о взрослении не Мирабеллы, а Абуэллы. Принятие своей роли, что ты не вечен, и ты должен будешь отдать свое место молодым.